Комфортные зоны отдыха, новые пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки. Сегодня в поселке Новоуткинск открыли парк Победы, за благоустройство которого в прошлом году активно голосовали жители. Подробнее расскажем в сюжете. Флэшмоб, посвященный перспективной молодежи и процветанию нашей страны, организуют воспитанники Новоуткинского фитнес-клуба. Такой номер символизирует и новую страницу в истории поселка. Сегодня на территории у мемориального комплекса торжественно открывают парк Победы. Довольно-таки символично, что мы его открываем в преддверии большого, хорошего праздника, Дня народного единства. Уважаемые Новоуткинцы, с праздником вас, всего вам самого наилучшего. Я уверен, что это место станет еще одной точкой для притяжения и единения всех жителей Новоуткинска. Эта площадка – центр Новоуткинска и особое место для его жителей. Здесь расположены, например, памятник сельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, монумент воинам-интернационалистам, стелла, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Территория рядом с мемориальным комплексом участвовала в федеральном конкурсе благоустройства, но заняла лишь второе место. Эта территория, хотя и не набрала максимальное количество голосов, но тем не менее на нее обратили внимание. И благодаря активному голосованию эта территория была выбрана для того, чтобы построить здесь Парк Победы. Территорию решили благоустроить за счет средств местного бюджета по инициативе главы города. Проект будущего парка обсуждали вместе с жителями. Летом здесь высадили сад памяти, чуть позже приступили к масштабным работам. Сейчас в Парке Победы комфортные прогулочные зоны, современное освещение, скамейки, детская площадка, площадка для занятий воркаутом и даже городок для любителей экстремальных видов спорта. Как говорят сельчане, теперь приходить сюда хочется чаще. Очень важное место, связанное с памятью, со связью поколений. И на самом деле есть где и торжественные мероприятия провести, и просто погулять. Классные ровные дорожки, сохранили деревья, детям есть где погулять, родителям рядышком можно посидеть. То есть одно из таких мест отдыха, ну, побольше стало культурой в поселке. Раньше был здесь пустырь, потом активные люди и с администрацией, и просто жители приняли такое решение, чтобы здесь разбить парк. Ну и вот сейчас это видим, как красиво все стало. На благоустройство парка направили 22 миллиона рублей. В следующем году здесь обещают продолжить преображать территорию. Планируют провести большое озеленение. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов, Новости, Первоурайск.